Приветствую вас на очередном уроке курса компьютерная грамотность. В этом ролике я расскажу как создать Google почту, покажу как это делается на компьютере и на телефоне. Но вначале пару слов зачем создавать Google почту. Скорее всего у вас есть почта на каких-то других сервисах, там Mail, Яндекс и так далее. Зачем нам почта от Google? Вначале несколько слов о сервисе Google. На данный момент Google и Яндекс это две самые популярные поисковые системы. Сейчас это уже далеко не только система поиска информации в интернете. У этих компаний сейчас очень множество различных сервисов. Причем эти сервисы и в офлайне. Например для нас такие сервисы Яндекс очень известны как Яндекс Еда, Яндекс Такси. Но онлайн сервисов у них значительно больше. Вот например я вам сейчас покажу онлайн сервисы Google. Даже сейчас вот так вот сделаю, чтобы вы видели все сервисы, которые создал Google. Их колоссальное количество. И всеми этими сервисами вы можете пользоваться. И некоторыми из них мы будем пользоваться в рамках нашего курса. Но чтобы войти и начать пользоваться любым из этих сервисов требуется логин и пароль. То есть требуется авторизация. Чтобы не регистрироваться в каждом сервисе, чтобы не создавать логин и пароль для каждого из этих сервисов. Google и Яндекс сделали одно и то же. Точнее вначале это сделал Google, потом повторил Яндекс. Для всех этих сервисов есть единый аккаунт. Один и тот же логин и один и тот же пароль. Логином является адрес почты. Для Google это почта Gmail. А паролем является пароль от вашего почтового ящика. То есть зарегистрировав почту на Gmail, получив адрес этой почты и сохранив пароль от ящика, вы можете войти в любой из этих сервисов. Какой хотите. Это называется единый аккаунт для сервисов. Создать этот аккаунт Google можно различными способами. То есть при попытке войти в любой из этих сервисов, вас попросят авторизоваться. Если у вас нет аккаунта, вам предложат его создать. Я сделал это по классической схеме. Я заведу почту Gmail и вот получу этот единый аккаунт для всех сервисов. Открою браузер, в котором у меня еще нет аккаунта Google. В поиске Яндекс или в поиске Google, кому больше нравится какая-то система, напишите Gmail. Появится ссылочка сразу в первой строке на почту Gmail. Перейдем по этой ссылке, кликнем один раз левой клавишей мышки, откроется вот такая вот страничка. Ссылка на эту страничку будет у нас под описанием видео. Можете даже не пользоваться поиском. Что нам требуется. Вы можете войти в существующий аккаунт, либо создать новый. Нам как раз нужно создать новый аккаунт. Нажимаю кнопочку создать аккаунт и начинаю заполнять регистрационные поля. Почта это ваш личный инструмент, поэтому в поле имя пишу имя Игорь. Фамилия. Ну тут довольно часто пишут название своей компании. Вивасанов или Вивастаров. Я напишу Черноусов. Далее. В поле имя пользователя. Вам необходимо придумать ваш почтовый ящик. Очень много почтовых имен, почтовых ящиков уже занято. И Google делает следующее. Он вам предлагает уже вариант вашего почтового ящика. Вот он взял мое имя, взял мою фамилию, перевел это по-английски, добавил цифры. Ну чтобы такой ящик был уникальный. Все. Он мне предлагает такой формат ящика. Вы, конечно, можете что-то подправить, но если вы ведете имя, которое уже занято, вы не сможете зарегистрировать почтовый ящик, Google вам об этом обязательно скажет. Ну какие-то короткие имена, там зарегистрировать почтовый ящик, там просто Игорь или просто Игорь Черноусов не получится. Я не буду экспериментировать. Также вот видите, он показывает, что еще можно использовать. Вот так, вот такое имя. Я оставлю первое из предложенных. Хотя никто меня не мешает, например, вот так вот удалить. Здесь написать, например, 36. Ну такой ящик не занят. Игорь Черноусов, 36, наш код города. В поле пароль вам необходимо набрать пароль от вашего почтового ящика. У меня в этом браузере не установлен менеджер паролей LastPass. Я о нем рассказывал в уроке полезные инструменты. Очень советую вам устанавливать его. Во всех браузерах, которыми я пользуюсь, он есть. Вот это у меня такой чистый профиль для демонстрации. Здесь ничего у меня не установлено. Поэтому, если менеджер пароля не установлен, открывайте, пожалуйста, сразу же какой-нибудь блокнотик. Но блокнотик я имею в виду программу блокнот. В этот блокнотик копируйте ваши регистрационные данные. Вот я копирую адрес своей почты. Допечатываю сюда Gmail. Это моя почта. И сразу сюда впечатаю какой-то пароль. Пароль должен быть по-английски, достаточно длинный, с буквами и цифрами. Вот придумал такой абракадабровский пароль. Выделяю этот пароль, прижимаю левую клавишу мышки, правой кнопочкой щелкаю, копирую этот пароль. Теперь я точно не ошибусь. И вставляю пароль в поле пароль. Можно это сделать через комбинацию клавиш Ctrl V, либо через правую кнопочку. Ставить кому как удобнее. И в поле подтверждения пароля делаю то же самое. Вот я точно уже не ошибусь. Если нажать на глазик, я эти пароли увижу. То есть перечеркнутый глазик не отображает пароли, просто глазик показывает пароли. Первый шаг я сделал. Нажимаю кнопочку «Далее». Сейчас идет проверка моих данных, и от меня просит ввести мой телефон. Телефон нужен обязательно, потому что без телефона сейчас практически никакую почту вы завести не можете. Опять же, это делается для того, чтобы люди не создавали колоссальное количество фейковых почт. То есть те почты, которые не используются для личного использования. И пошла привязка номера телефона. Телефон у вас должен быть под рукой, должен быть включенным. Вчера регистрировал аккаунты в социальной сети ВКонтакте, использовал несколько телефонов. Вот один из этих телефонов я возьму, и именно его буду использовать для подтверждения почты. Опять же, номер его написал в блокнотик, чтобы не забыть. И вот сюда поле телефона обязательно его вставляю. Google уже сразу же убирает у меня лишние пробелы. Обратите внимание, здесь у меня был пробел, он его убрал, оставил код страны. Сейчас очень жестко проверяется, из какой вы страны. Вот видите, я из России, он понял, что я из России, поэтому я сюда вбиваю номер российского телефона. Если я сюда вобью какой-нибудь номер украинского телефона, то регистрация, утверждение номера не произойдет. По мнению Google, его пытаются обмануть. Далее, что мы делаем, вбиваем свой день рождения. Эти данные желательно сохранять, они вам пригодятся. Можете вбивать какие-нибудь абсолютно левые года, но все это нужно сохранить, опять же, вот в этот блокнотик. Все регистрационные данные сохраняйте, потому что если эта почта будет вам очень важна, но она по каким-то причинам у вас заблокируется, если вы потеряете, например, телефон, благодаря регистрационным данным вы можете восстановить, подтвердить, что это вы. И нажимаю кнопочку «Далее». Резервный адрес электронной почты я могу не указывать, но если укажете, это будет тоже хорошо. Нажимаю «Далее». Google переходит на этап подтверждения телефона. Он показывает вам, на какой номер телефона будет отсылаться. СМС-ка, обратите внимание, он уже его тут преобразовал, выделил код, добавил несколько значков подчеркивания. То есть вот так он хочет, чтобы выглядел телефон. То есть он соответствует тому телефону, который я вводил. Все верно, все верно. Нажимаю «Отправить» и перехожу в режим ожидания СМС-ки от Google. Вот СМС-ка пришла. Есть СМС-ка от адресата Google. Открываю эту СМС-ку и в этой СМС-ке шестизначный код. Буквка «Г» уже напечатана, ее печатать не надо. Необходимо только ввести данные. 8.4. И нажимаю «Подтвердить». Опять же, Google предлагает вам добавить какой-то дополнительный номер. Это делается на случай, если, например, номер, который вы указали, у вас перестанет работать, потеряет, заблокируется и так далее. То есть все вот эти резервные номера, телефоны, почты позволяют вам все-таки восстановить доступ к своему почтовому ящику. Это иногда бывает очень важно. Я ничего добавлять не буду, нажму «Пропустить». Я сейчас должен прочитать условия конфиденциальности, но во всяком случае прокрутить их хотя бы вниз, чтобы появилась кнопочка «Принимаю». Нажимаю «Принимаю». И на этом создание аккаунта Google заканчивается. Я создал почту вот с таким адресом и вот с таким паролем. Вот это будет являться у меня логином для любого сервиса Google, а вот это будет являться у меня паролем. Номер телефона пригодится мне для получения каких-то оповещений, подтверждений и так далее. Вот эти вот три строки необходимо обязательно сохранить. Можно это сохранить в виде файла в отдельную папочку с понятным названием, например, «Почта Google». И я попадаю в почту, мне предлагают ее настроить, можно ничего не настраивать. В вашем почтовом ящике уже есть письмо от Google с поздравлением, что вы зарегистрировали. И зачем конкретно нам потребуется почта Google? Я уже сказал, мы будем пользоваться некоторыми сервисами из Google, ну, например, Google Play, YouTube. Обязательно мы будем пользоваться, потому что создадим в закрытой части нашего тренинга YouTube канал. Это будет сделано всеми, вы поймете, что это ничего сложного, все это просто. Будем пользоваться Google диском, будем пользоваться таблицами, документами Google для общей работы и так далее. Указывать данные своей Google почты, то есть ее адрес, очень хорошо при регистрации на каких-то сервисах. На Google почту всегда письма доходят, то есть на Яндекс, на Майл, особенно почты, особенно от зарубежных сервисов, письма с подтверждением регистрации могут не доходить. Но, пожалуйста, помните, что когда вы регистрируетесь на каком-то стороннем сервисе, ну, например, вот мы будем с вами пользоваться вот таким шикарным сервисом автоматических публикаций в социальные сети, можно зарегистрироваться в один клик через социальную сеть, если хотите. Стандартная регистрация – это регистрация с указанием вашего электронного адреса. Если я сейчас захочу зарегистрироваться в прекрасном сервисе NovaPress, в поле «Ваш электронный адрес» я могу и лучше всего вбить вот этот вот адрес, который только что я создал, но в поле «Пароль» пожалуйста не вбивайте пароль от вашей почты. Этот пароль, вот этот пароль, это пароль от аккаунтов Google, от их сервисов. Когда мы регистрируемся на каком-то новом, стороннем, не связанном с Google сервисом, вы придумываете пароль именно для этого сервиса. И желательно для каждого нового сервиса придумывать свой пароль, чтобы не быть взломанным. Вот наш менеджер паролей, LastPass, все эти длинные, тяжелые для запоминания человеком пароли будут прекрасно запоминать, сохранять у себя в облаке, в своем облаке, в кодированном облаке. И вы будете для каждого сервиса иметь свой защищенный пароль. Практика использовать пароль от почты в качестве паролей для всех других сервисов, она не верна. Это можно делать только если вы пользуетесь сервисами, например, того же самого Google. Это сделано специально. Но все это как бы одна компания, и у них как бы единый ключ от всех их дверей. Для других дверей ключи должны быть совершенно другие. Пожалуйста. Но о паролях я достаточно подробно рассказывал в уроке. Полезные инструменты. Сохраняем пароли. Итак, коллеги, почту Gmail на компьютере я создал. Сейчас я покажу, как зарегистрировать почту Gmail на телефоне.